Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть разрушение более 30 пострадавших. Российские оккупанты в воскресенье, 15 сентября, атаковали Харьков. Захватчики ударили по многоэтажному дому. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на Телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской АВА Олега Сенегубова в Телеграм. Что случилось? Взрывы в Харькове раздались после 15.00. Местные жители сообщали о серии взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе и пусках российской авиации и управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Позже местные власти подтвердили удар по Харькову, удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии написал мэр города. Глава Харьковской АВА Сенегубов уточнил, что удар был немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура. По словам Сенегубова, по состоянию на 15.35 известно о трех раненых. Число пострадавших растет. Глава Харьковской АВА сообщил, что по состоянию на 15.50 количество пострадавших возросло до 25 человек. Из них – трое детей. Обновлено в 16.05. По словам мэра Харькова, количество пострадавших увеличилось до 28.00. Обновленные данные от АВА. Спасательно-поисковая операция на месте удара продолжается. Как рассказал Сенегубов, обстрелом разрушен один подъезд дома, а также вспыхнул пожар на девятом этаже. Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в целом. Под завалами могут быть люди. Проводится эвакуация жителей, сообщил он. Уже 35 пострадавших. Как сообщил около 17.00 мэр Харькова, количество пострадавших от ударов по городу возросло до 35. Среди пострадавших – трое детей. Ночной обстрел Харькова. Стоит отметить, что Харьков постоянно находится под российскими обстрелами из-за близости к российской границе. В ночь на 15 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. Россияне попали на территорию больницы в Киевском районе. Также вечером 14 сентября россияне выпустили две управляемые авиабомбы по Харькову. В результате атаки возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.